Добрый вечер, это программа «Здравый смысл» в студии Алексея Вербицки. Сегодня говорим о проблеме бездомных животных и деятельности приюта. У нас в гостях Юлия Воронина, председатель Переводского общества защиты животных. Юлия, добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер, здравствуйте. Телезрителям, я напомню, мы работаем в прямом эфире, телефон 648686, можно звонить, задавать вопросы гостям. Юлия, приюту 10 лет, насколько я знаю. Расскажите, с каким результатом подошли к этой дате, что самое важное, самое главное удалось сделать на этот момент? Если быть точнее, то 10 лет исполняется Перворайскому обществу защиты животных, общественной организации. Приют, как таковой, существует с 2011 года. Ну, конечно, надо говорить в целом о организации, о людях, об обществе защиты животных. Как раз-таки большим, огромным достижением стало то, что у нас в городе есть, можно сказать, один из лучших приютов в области, который дает надежду животным пострадавшим, который дает надежду людям. Потому что ведь очень часто обращаются люди за помощью спасти животное или разрешить какую-то сложную ситуацию, которая возникает с бездомными животными. Поэтому наличие такого приюта – это, безусловно, наша общегородская, можно сказать, гордость. И еще из одним важным достижением, как мне кажется, является создание именно системы оказания помощи животным и, опять же, повторюсь, людям. То есть мы сейчас не боимся, когда сталкиваемся с проблемой, например, травмированного животного, когда находим брошенных щенков, котят, когда на улице, например, собачья стая появилась. То есть сейчас у нас четко отлажена работа по решению этих проблем. Сложилась великолепная команда волонтеров, людей, которые искренне сопереживают этой проблеме, которые много-много своих сил и времени тратят и отдают себя приюту, обществу защиты животных. Есть у нас звонок. Давайте ответим на вопрос, попробуем и продолжим беседу. Говорите, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте. Вы в эфире. Задавайте вопрос. Алло. Алло. Сорвался, к сожалению, звоночек. Что касается достижений, да, много удалось, наверное, сделать силами активистов, но я знаю, что вам помогают и власти городские тоже. Расскажите об этом подробно, пожалуйста. Безусловно. Вот то, что есть в городе приют, это, конечно же, благодаря тому, что был выделен земельный участок под развитие этого приюта. Он был выделен именно благодаря администрации города. И сейчас мы чувствуем поддержку. Вот так в десятилетии приюта была организована выставка в музее Перворайского новотрубного завода, фотовыставка. В этом году нам помогли также, завезли щебень на территорию приюта для того, чтобы осушить заводненные, заболоченные участки. Ну и, конечно, очень важно, что сейчас мы решаем проблему безнадзорных, бездомных собак совместно с администрацией. Сейчас об этом тоже подробнее поговорим. Есть звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Сдавайте вопрос. Почему-то нет звоночка опять. Хорошо, продолжим. Какая помощь сегодня нужна приюту? В чем вы нуждаетесь? В чем нуждаются подопечные ваши? Как первоуральцы могут помочь? Куда обращаться? Приют существует только благодаря помощи людей, неравнодушных горожан, благодаря волонтерской помощи. Ну, поэтому любая-любая помощь приветствуется. Конечно, это прежде всего обеспечение кормовое, питательное. То есть сейчас порядка 250 животных находятся на попечении общества, и каждая из них ежедневно хочет кушать. Кто держит собаку или кошку, представляет, что это немалые затраты. Затем затраты на лечение. Большинство животных попадают к нам, надо прямо сказать, в плачевном состоянии. Часто это истощенные животные. К сожалению, очень часто травмированные или пострадавшие каким-то другим образом. Поэтому затраты на ветврача, именно на оказание ветеринарных услуг, очень значительные. Это всегда требуются лекарства, ну, общие, как бы, понятные это антибиотики, перевязочные материалы, средства для обработки ран, ранозаживляющие мази, витамины, иммунные препараты. Все расходуется в огромном количестве. Нужна очень помощь руками волонтеров. Если есть такая, как порыв у человека, мы всегда очень рады встретить его в приюте, и показать жизнь питомцев, показать быт приюта. Некоторые люди решаются, ну, такое великое дело, как мне кажется, что вот взять животное на передержку. То есть взять на временное содержание, подлечить, поставить на лапки, так сказать, и потом найти новый дом, найти нового хозяина. Много тех людей, которые откликаются, берут на передержку действительно животных. Сколько у вас животных на передержках? На передержках, ну, порядка, можно говорить, наверное, 20-30 животных. Но есть постоянные волонтеры, постоянные передержки, как мы их называем. Такие значительную часть животных обеспечивают уходом. Это порядка, наверное, 60 кошки в основном у нас на передержках размещаются. Остается проблема бездомных животных сейчас в городе, насколько я понимаю. Вот как вы ее решаете вашими силами, силами волонтеров? Что можете сделать? К сожалению, проблема эта остается очень острой. И какие бы мы усилия не прилагали сейчас, сейчас, понимаете, все как будто бы бесполезно. Почему? Потому что только мы освобождаем какой-то участок города от бездомных, например, собаки или стаи собак, забирая их в приют, не проходит месяца, когда на этом же месте появляются новые брошенные животные. Поэтому сейчас так важно на федеральном уровне принять закон об ответственном обращении с животными, чтобы именно призвать людей к ответственности, чтобы каждое животное было зарегистрировано. И тогда мы легко могли бы при обнаружении животного на улице узнать его владельца и применить соответствующие меры воздействия. Штраф. Штраф – это самое эффективное. И тогда бы у людей, кто бы заводил, он бы сто раз подумал, завести или нет. А если уж завел, то нужно заботиться ни в коем случае не выбрасывать и не отпускать без надзора. Ну вот пока этот закон не принят, еще пока рассматривается законопроект, думаю, насколько я понимаю. Вот что бы вы могли посоветовать людям, которые берут именно животных себе, домашних, чтобы эти животные в итоге не оказались на улице, ну или не пришлось бы их куда-то отдавать по каким-то причинам? Самый тут главный совет – семь раз отмерь, один раз возьми животных. То есть подумать, подумать, подумать. Подумать миллион раз, потому что подумать, когда вы будете уезжать в отпуск, с кем будет оставаться щенок или кошка. Когда вы заболеете, кто будет заботиться? Когда будет кругом шерсть на диване, на костюме? Когда будет шерсть на полках? Сможете ли вы это выдержать? Когда щенок будет почти целый год входить в туалет дома? А сможете ли вы это выдержать? Есть ли у вас возможность убрать ковры? А вдруг он испортит ламинат? То есть нужно взвесить все моменты вот эти очень важные. А с собаками это ведь еще и гулять. Это порой не два, не три, иногда четыре-пять раз в день приходится гулять, чтобы приучить питомца. Поэтому мы всегда, знаете, когда к нам приходят выбирать животное в приют, мы порой даже как бы отговариваем, и люди говорят, мы вас не понимаем, вы почему нас хотите отговорить? А мы-то говорим, просто у нас такой уже опыт, что мы представляем, какой возврат будет. И хорошо, если вернут животное, а могут просто выбросить, к сожалению. Да, бывают такие случаи. Есть у нас звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наконец-то. Юлия, вопрос на засыпочку такой. Девушки, которые у вас на телефоне сидят, когда мы с ним обратились за помощью, нам просто-напросто нахамили. Это произошло, я сейчас скажу вам, это было 17 июня. И когда мы с ним снова позвонили, они просто нас программировали, просто нас просто нахамили и больше трубку не поднимали. Почему так у вас там девочки себя везут, так по телефону разговаривать? Очень хамско. Ну, неприятный такой вопрос. Спасибо, да. Жаль, конечно, что такое происходит. Может, такое восприятие, может быть, не совсем правильное. Но надо понимать, что на нам звонки отвечают люди, волонтеры, которые заняты обычной своей работой и деятельностью, принимают звонки в свободное время. Мы стараемся принять до 100% звонков, иногда перезванивая, иногда не сразу удается ответить, и не с первого раза. Ну, возможно, какая-то была непростая ситуация, но я уверена на 100%, что прямого хамства там не было, на 100%. Но, возможно, какой-то был непопулярный ответ. Например, если нам хотят отдать свое домашнее потомство от домашней кошки, ну, конечно, мы могли достаточно строго и твердо рекомендовать прежде всего стерилизацию кошки, затем подрастить, стерилизовать котят, и потом только пристройство. Может быть, был, ну, я просто не могу предполагать, какие были вопросы, но стараемся мы, конечно, помогать и выслушивать. Может быть, бывает, ну, не все так гладко. Мне кажется, эта работа требует больших сил, душевных. Нервов, конечно. Действительно. Еще есть звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Юля, скажите, пожалуйста, вот мы живем в своем доме, у нас очень не остаются отходы, картошка мелкая, ну, там, морковка, все такое. У вас есть возможность, чтобы кто-то приехал и забрал? Спасибо большое. Да, у нас мы стараемся находить транспорт для того, чтобы забирать помощь, потому что очень часто люди хотят оказать какую-то помощь, вещи передателям, макулатуру или вот в данном случае овощи, которые мы с удовольствием огромное спасибо. Какой-то, может быть, телефончик, куда можно обратиться людям, чтобы позвонились и договорились. Да, да, я продиктую номер телефона. Можно оставить сообщение, мы постараемся забрать, ну, в течение недели. То есть, может, не всегда, получается, быстро найти машину. 8-950-649-44-62. То есть, мы обычно записываем адрес, телефон и при первой возможности заберем. Спасибо вам за предложение помощи. Еще звоночек есть. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Алло. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела бы спросить. Вот в магазинах очень часто в мусорные бачки выбрасывают отходы почти в целом состоянии достаточно пригодного качества. Почему не может заключить это общество с этими вот отходами, чтобы можно было брать? Потому что их забирают банджи. Любые люди, которые приходят сюда, нагребают эти полные сумки и уносят. Спасибо, да. Этот вопрос неоднократно поднимался, на самом деле, но очень жесткая установка у магазинов, особенно крупные сети, у которых большое количество отходов, то это должно уничтожаться. И вот нам пока не удавалось найти какого-то компромиссного решения, чтобы забирать. А вот насчет того, что выбрасываются в общие доступные бачки, ну это на самом деле не так. Это как бы запрещено. Мы даже не знаем, где это находится. Как-то вы дальше планируете развивать приют? Есть какие-то перспективы у вас, планы на этот счет? Да, конечно, у нас всегда мы живем надеждами и мечтами. Сейчас у нас, ну прежде всего, это, конечно, сделать приют максимально комфортным для содержания животных, для присутствия там посетителей, гостей, горожан, волонтеров. Сейчас мы в наших планах на ближайшее будущее, но не совсем ближайшее, но, может, на ближайшие пять лет. Это строительство ветеринарного госпиталя. Хорошо, Юль, спасибо вам. Мы на этой оптимистичной ноте закончим. У нас время эфира подошло к концу. Спасибо телезрителям. Увидимся на телеканале Евразия. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»